Предновогодняя лихорадка все сильнее чувствуется в Красноярске. Люди выбирают подарки и, конечно, начинают порадумывать праздничное меню и закупаться продуктами. Сегодня и моя коллега Анна Московских тоже приобрела набор продуктов, без которых многие не мыслят новогодний стол. Аня, здравствуй. Неожиданно видеть тебя с тележкой. Расскажи, что входит в твою продуктовую корзину и сколько она стоит. Добрый вечер, Максим. Да, именно так сегодня выглядят многие красноярцы. Люди начали активно ходить по магазинам. Ну а что именно они покупают и сколько денег готовы потратить, узнаем прямо сейчас. Сколько готовы потратить на новогодний стол? Ого, не знаю, как получится. Жена ответственная. Не знаю. Ну, пяти до восьми, наверное. Сколько есть, все не жалко. Ну, мы пенсионеры. Сколько мы готовы потратить? Подумайте за минусом ЖКХ. Нормально. Сколько останется, мы все сами умеем делать и стряпать, и готовить. Мы не молодежь, нам проблем не составит. Сколько будет? Нет, конечно. Ну, тысяч десять, так может быть. Во-первых, цены повышаются. Во-вторых, пенсию не добавляют. Если честно, я даже не задумывалась об этом. Ну, пять-десять. Нет. А от какого блюда не откажетесь? Сколько бы оно не стоило? Не знаю. Возможно, икра красная. Тысяч десять. Не кажется вам, что это очень много? Нет. У нас всегда много собирается. А есть ли такое блюдо, от которого вы бы ни за что не отказались? Вот сколько бы оно не стоило? Может быть, это икра или какие-то другие сладости, вкусности? Да нет, в принципе. Мы рыбу сильно не едим. Оливье самое главное на столе на Новый год. И мандарины. В этом году этот салат обойдется красноярцам дороже, чем в предыдущем. Сильнее всего подорожал картофель больше, чем на 80%. В 44% прибавило в цене морковь. Выросли в цене яйца на 24%. Однако это не значит, что нужно прямо сейчас бежать и закупаться продуктами впрок. Говорят ритейлеры. Они уверяют, что сейчас в магазинах цены стабилизировались. И, по крайней мере, на некоторые категории товаров они точно не будут расти. На какие? Безусловно, это консервация, то есть продукция длительного хранения. Все, что необходимо для салатов, это и кукуруза, и зеленый горошек. Сейчас по очень-очень даже хорошей цене ниже, чем в прошлом году. Продукты, которые более свежие, более маленького срока годности, их уже все равно нужно будет покупать непосредственно перед использованием на новогоднем столе. Ну и возвращаясь к нашей корзинке. Здесь, конечно же, есть все необходимое для приготовления салата. Все консервированные овощи, но не оливье единым и сыты в новогоднюю ночь. Многие стараются порадовать себя деликатесами, в первую очередь, конечно же, икрой. Вот такая баночка обойдется в супермаркете в 330 рублей. Ну а если вы пойдете на рынок, то там, например, килограмм икры кеты будет стоить 8,5 тысяч. Ну что поделать, такой вот праздник, Новый год, если хотим себя порадовать, придется потратиться. Спасибо, Аня. Для меня лично эта информация очень полезна. Уверен, для всех наших зрителей она тоже немаловажна.